Что же такое информационно-образовательная среда в современной школе? Обратимся к определению. Информационно-образовательная среда – это системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированные на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. Что же включает в себя информационно-образовательная среда в современной школе? В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, информационно-образовательная среда образовательного учреждения состоит из комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе и цифровых образовательных ресурсов, из совокупности технологических средств информационно-коммуникационных технологий и из системы педагогических технологий, которые обеспечивают обучение в современной информационно-образовательной среде. Как же можно сформировать информационно-образовательную среду современной школы с помощью нашего проекта ЭБС «Библиошкола»? Электронно-библиотечная система «Библиошкола» – это ЭБС для школ. Это инновационный образовательный ресурс, который открывает новые возможности современной образовательной среды школы. ЭБС «Библиошкола» комплектуется в соответствии с перечнем книг, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Всем известно письмо Министерства образования и науки России номер 08-709 от 14 апреля 2016 года, которое называется «О списках рекомендуемых произведений». Это перечень обязательной программной литературы, которая должна быть в каждой школе. Рекомендуемые программные произведения разбиты на ступени по классам с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс и 10-11 классы. Также выделена литература гражданско-патриотической направленности. Для кого создана была электронно-библиотечная система «Библиошкола»? Основными пользователями ЭБС «Библиошкола» являются, во-первых, администрация образовательного учреждения, это директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, это весь педагогический коллектив, библиотекари, учителя-предметники, классные руководители, это учащиеся с 1 по 11 классы, а также родители и законные представители учащихся. Что же получат пользователи школы, работая с нашей ЭБС «Библиошкола»? При этом учащиеся получают литературу для программного и внеклассного чтения, дополнительную литературу по разным предметам для саморазвития и индивидуальной подготовки и книги для чтения на досуге. Учителя-педагоги получают при этом методическую литературу, издания по педагогике и психологии, программные инструменты для качества чтения и усвоения материала, дополнительную литературу по предметам для саморазвития, олимпиад, проектов и книги для повышения квалификации. Что получает администрация школы при этом и библиотека школы? Они получают ключевые элементы информационно-образовательной среды, литературу для всех категорий пользователей, мультимедийный контент для обогащения школьных предметов, программные инструменты для улучшения качества обучения и необходимую литературу для повышения квалификации педагогов. Что получают родители при этом? Родители получают библиотеку с выбором литературы для учебы и досуга, научно-популярную литературу по детской психологии и воспитанию, книги и мультимедийный контент для дополнительных занятий, для подготовки к экзаменам, для поступления в высшие учебные заведения и программные инструменты для отслеживания и контроля того, что читают их дети. Что вы найдете в нашей ЭБС-библиошкола? Здесь вы найдете более 14 тысяч подобранных специально для школы изданий. Книги прошли качественную подготовку, представлены в форматах EPUB и PDF для удобного чтения с экрана компьютера и мобильных устройств. Мультимедийные программные средства делают учебу современнее и интереснее. Несомненным плюсом электронно-библиотечной системы Библиошкола является то, что вся необходимая литература собрана на одном ресурсе, что очень удобно. Это и методическая литература, и издания по педагогике и психологии, по дошкольному обучению, это хрестоматии по литературе, материалы для подготовки к ЕГЭ, литература для внеклассного чтения, издания для организации детского досуга, а также развивающая, справочная и энциклопедическая литература. На данном слайде представлено то, как выглядит расширенный поиск на нашем сайте. Расширенный поиск позволяет быстро находить нужные книги по самым различным параметрам. Мы видим, что искать можно по ключевым словам, по автору, по издательству, по классам, по году издания, по жанрам и по предметам. Здесь хотелось бы добавить о том, что недавно в библиошколе для удобства пользователей был усовершенствован сервис авторы. Книжные хранилища БС Библиошкола содержат произведения более 10 тысяч авторов, чтобы наши читатели могли быстро и легко ориентироваться в перечне имен. Редакторы нашего издательства выделили более полутора тысяч фамилий выдающихся писателей, ученых, художников и других известных деятелей, оставивших книжное наследие. Этот список нашего культурного достояния объединил и классиков, которые завоевали мировое признание, и современных авторов, которые успешно пишут на актуальные темы и проблемы. Выбрав фамилию, читатель попадает на личную страницу автора, где представлена его фотография или портрет, подробные биографические сведения, а также ссылки на дополнительную информацию об авторе в различных энциклопедиях и словарях. Также хотелось бы остановиться на том, что ЭБС Библиошкола обладает и мультимедийными возможностями. Кроме текстовых материалов, здесь представлен учебный материал в мультимедийном формате. На сегодняшний день в ЭБС Библиошкола содержится 5397 цифровых карт, 1105 тренажеров и 2198 аудиокниг. Как я уже сказала, в ЭБС Библиошкола содержится более 2000 аудиокниг и радиоспектаклей. Это и произведения школьной программы по литературе, и детская литература, и сказки для детей, и издания по истории и культурологии. Доступ предоставляется ко всей коллекции аудиокниг на условиях дополнительной подписки. Также я уже сказала, что в Библиошколе содержится более 5000 цифровых карт. Это и старинные атласы, и астрономические, и геологические, и демографические, исторические карты. Это карты и планы городов, это контурные карты, общегеографические, религиоведческие, топографические, экономические и этнографические карты. Мы видим, что на данном слайде, что для оперативного поиска по картам в этом разделе имеется поисковая строка, а также можно устанавливать различные фильтры по популярности, по рейтингу, по времени публикации. Перечень всех карт, которые содержатся в ЭБС Библиошкола, можно скачать в таблице в формате Excel. Также в Библиошколе представлены и тренажеры, и тесты. Любой пользователь школы, ученик, родитель или педагог может выбрать в данном разделе понравившийся тренажер и проверить свои знания по различным предметам. Для этого надо скачать файл с тренажером себе на компьютер, запустить программку и пользоваться. Из нового хотелось бы добавить, что в Библиошколе открыт новый сервис «Интерактивные тесты». Тестовые задания, несомненно, будут полезны ученикам для углубления знаний и подготовки к ЕГЭ, а также учителям для повышения квалификации и расширения кругозора. Выбирая любой из режимов, каждый пользователь школы в режиме онлайн автоматически получает необходимые пояснения и результаты проверки. Все опыты и итоговые показатели тестового обучения сохраняются в разделе под названием «Моя история тестирования». Также в личном кабинете Библиошколы имеется раздел под названием «Моя библиотека». В нем можно посмотреть на сайте последние читаемые книги, которые читали пользователи вашей школы, вашей организации, и избранные аудиокниги. Аудиокниги также можно добавлять в избранные. Данные списки можно выгрузить также и в формате Excel. Также в личном кабинете ИБС Библиошкола есть раздел «Статистика». По логину и паролю главный пользователь организации в нем, в этом разделе, может отслеживать общую статистику по прочитанным книгам. Вот на данном слайде представлено, как выглядит данный раздел «Статистики». Здесь вы увидите название прочитанных книг и количество просмотров. Доступна фильтрация за любой интересующий вас период. То есть необходимо ввести, мы видим, начало периода и конец периода, за который вы хотите просмотреть статистику использования ресурса в вашей школе. И система предоставит вам нужную информацию. Статистику работы с ресурсом пользователями образовательного учреждения можно и просматривать на сайте, и также выгрузить в таблице в формате Excel, если это будет необходимо, например, для какой-либо вашей отчетной документации. Здесь также можно ознакомиться со статистикой посещений и рейтингом наиболее часто используемых издательств. Также в ЭБС «Библиошкола» представлена хрестоматия по русской литературе. Это художественная литература обязательного и внеклассного чтения, собранная в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, школьной программе по литературе и рекомендованными списками литературы для гражданско-патриотического воспитания. Здесь представлено более тысячи произведений с удобством поиска и чтения. Они обогащены иллюстративными и мультимедийными материалами. Также была произведена полная методическая, издательская и юридическая подготовка корпуса текстов. Также в электронно-библиотечной системе «Библиошкола» представлено 100 тематических коллекций. В этом разделе размещены тематические коллекции издательства «Директ-медиа». Тематические коллекции – это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной и художественной литературы по определенной теме или проблеме. Коллекции были составлены профильными специалистами. Перечень и состав коллекций постоянно обновляется. Данные коллекции будут интересны для учителей. Представлены следующие разделы. Это естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии, обществознания, педагогика и психология. Также хотелось бы более подробно остановиться на инновационных сервисах, которые представлены в нашей ИБС «Библиошкола». ИБС «Библиошкола» – это электронно-библиотечная система, которая позволяет иметь в школе богатую литературную и книжную коллекцию, позволяет предоставлять доступ к ресурсу не только в помещении школы, но и из дома круглосуточно с нашего сайта по логину и паролю в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть это круглосуточный доступ. Главное условие – это наличие доступа к сети интернет. Также позволяет «Библиошкола» отслеживать активность чтения учеников и осуществлять доступ с мобильных устройств. «Библиошкола» – это всегда мобильно. Пользоваться ею можно со стационарного компьютера, с ноутбука, с планшета и смартфона. На данном слайде показано, как выглядит мобильная версия сайта ИБС «Библиошкола» – biblioschool.ru. Кроме того, также для школ мы предлагаем доступ еще к одному нашему самостоятельному ресурсу, который называется «Обучающий арт-портал «Мировая художественная культура». Обучающий арт-портал «Мировая художественная культура» – это образовательно-иллюстративный программный комплекс, в котором представлено более 70 тысяч произведений искусства. Живописи, графики, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства различных стилей, эпох, стран, жанров, музеев и художников. Также хотелось бы отметить, что подписка к электронной библиотечной системе «Библиошкола» – это не просто выгодно, это очень выгодно. Для сравнения, всем известно, что один экземпляр печатной бумажной книги стоит в среднем, стоимость его варьируется от 200 до 800 рублей. Доступ же для всех пользователей школы – учеников, педагогов, библиотекарей, администрации школы, родителей и законных представителей учащихся к более чем 14 тысячам в настоящее время изданиям школьной литературы составляет для одной школы в год 30 тысяч рублей. А при централизованной закупке, также, возможно, и централизованная закупка, то есть школа может либо сама заключить договор непосредственно на подписку и подключить доступ только для пользователей своей школы. Также, возможно, и централизованная закупка регионами, когда по договору на подписку подключаются от 40 и более школ региона. Здесь предлагаются специальные условия. в зависимости от количества школ, которые будут именно получать доступ по договору на подписку к ЭБС Библиошкола. Для апробации нашего ресурса ЭБС Библиошкола можно подключить бесплатный тестовый доступ, обратившись по указанным на данном слайде телефоном или написав на указанную электронную почту или заполнив форму заявки на сайте, как вам будет удобно. Тестовый доступ предоставляется в среднем для школ, если школа запрашивает только для себя тестовый доступ, в среднем на один месяц. бесплатный тестовый доступ для регионов может предоставляться в среднем до трех месяцев, на три месяца. Запишите, пожалуйста, контакты и координаты, номера телефонов, электронную почту, рабочий телефон, мобильный телефон, электронную почту и длинный федеральный номер. это звонок из любого региона России будет бесплатный, даже если вы будете звонить со своего мобильного телефона. Уважаемые коллеги, есть ли ко мне какие-то вопросы? Так, здесь в папке вопросы я вижу, что Андрей Олегович уже отвечает и ответил на некоторые заданные вопросы. Сколько будет стоить доступ к этому контенту и сроки, на которые будет дан доступ? Евгения Геннадьевна. Да, если вам интересен доступ именно как для учреждения, для школы, для образовательной организации, то, пожалуйста, напишите заявочку на мою электронную почту и мы подключим вам сначала бесплатный тестовый доступ. Если для школы, то на один месяц. И далее обсудим с вами условия доступа по подписке, то есть отправим вам коммерческое предложение и остальную необходимую информацию. Для школы доступ, как я уже сказала, по подписке для всех пользователей школы с нашего сайта по логину и паролю круглосуточный доступ на 12 месяцев договор заключается составляет 30 тысяч рублей. Так, Наталья Александровна задает вопрос. Каждый год надо оплачивать под 30 тысяч рублей или цена будет меняться? Спасибо о продлении. Так, также платное. Да, договор заключается на 12 месяцев. Школа оплачивает. Мы производим подключение. Наша техподдержка генерирует логин и пароль, отправляет вам для работы на электронную почту. Вы работаете, пользуетесь 12 месяцев. Далее, если вы принимаете решение о пролонгации договора на продление подписки на следующие 12 месяцев, то да, это заключается новый договор, производится оплата и далее по такой же схеме. То есть, школа производит оплату, мы пролонгируем доступ, пролонгируем ваш логин и пароль и вы работаете следующие 12 месяцев. То есть, договор, да, стандартно заключается на год, на 12 месяцев календарных. Уважаемые коллеги, есть ли еще ко мне какие-то вопросы? Евгения Геннадьевна, скидки для постоянных подписчиков существуют? Евгения Геннадьевна спрашивает. Для постоянных подписчиков скидки существуют, Евгения Геннадьевна. Естественно, мы тоже заинтересованы в продолжении сотрудничества со своими подписчиками. То есть, здесь уже по истечении действия договора по истечению года мы уже ближе заранее начинаем связываться и обсуждать условия пролонгации доступа. И здесь уже мы обсуждаем условия дальнейшей подписки пролонгации договора на следующий год. Есть ли еще какие-то вопросы ко мне, уважаемые коллеги? Так, Евгения Геннадьевна, остается только постараться заинтересовать руководство школы в покупке этого ресурса. Совершенно верно, я с вами полностью согласна. Давайте, да, с этого и начнем. Подключим бесплатный тестовый доступ, чтобы вы могли на деле продемонстрировать руководству вашей школы, чтобы действительно и директор школы смог зайти по предоставленному нами логину и паролю, зайти, посмотреть, опробировать ресурс, оценить и проанализировать все возможности и убедиться в том, что действительно для вашей школы это нужно. Поэтому и предлагаем первоначально бесплатный тестовый доступ подключить. Есть ли еще какие-то вопросы? Я смотрю, уже участники начинают говорить спасибо. Видимо, вопросов больше не осталось пока на данный момент. Все доступно, спасибо. Поэтому, если сейчас на данный момент вопросов нет, они могут появиться, когда мы подключим бесплатный тестовый доступ для ваших школ. Так, с какими регионами, Роза Нурбиевна спрашивает, с какими регионами вы уже сотрудничаете? У нас есть, несмотря на то, что ресурс достаточно новый, но в течение года уже нами, нашим ресурсом пользуются школы, детские библиотеки, среднеспециальные учебные заведения. У нас есть уже и подписчики, то есть и подключали тестовый доступ, бесплатный тестировали, и есть подписчики. В республике Башкортостан, город Стерлитамак, в Хабаровском крае, в Москве. Вот сейчас что могу вспомнить. Если нужна эта информация вот по конкретным регионам, я могу вам ее предоставить на электронную почту, то есть в каких регионах у нас уже есть подписчики. Да, вот Андрей Олегович подсказывает, что Свердловская область, Ростовская область. То есть у нас как раз-таки и тестируют ресурс пока еще в тестовом режиме, но уже есть подписчики, которые сотрудничают уже вот по платной подписке. Так, есть ли в Самарской области? Самарская область, насколько я помню, предоставлялся бесплатный тестовый доступ на регион. Если кто-то, какие-то школы остались неохваченными, то, пожалуйста, обращайтесь на мою электронную почту. Мы для школы, для школ отдельных можем повторить тестовый доступ, если кто-то по какой-либо причине не принял участие в этом тестовом доступе, но вот сейчас появилось желание протестировать ресурс. Так, а если протестировать Тольятти? Пожалуйста, пришлите, пожалуйста, заявку с контактами вашими. Нужно будет название вашей организации, вашей школы, фамилия, имя, отчество контактного лица, телефон и электронная почта, по которым мы можем с вами связаться и отправить вам уведомления о подключении бесплатного тестового доступа и логин и пароль для вашей школы, либо давайте обсудим, как это сделать централизованно, может быть, единый логин и пароль для города Тольятти. То есть здесь, в принципе, можно обсудить, как это удобнее и интереснее для вас сделать. Так что, Лидия Александровна, с удовольствием ждем вашей заявки. Тольятти протестируем. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Ирина Викторовна, тоже, смотрю, изъявляет желание тоже протестироваться. Пожалуйста, ждем вашу заявку на мою электронную почту, которая указана на этом слайде. Так, Тольятти – это тоже. Каковы сроки подключения? На тестовый доступ, на бесплатный тестовый доступ, для школы, если для отдельной школы предоставляем тестовый доступ стандартно на месяц, на один месяц. Если для региона, для целого региона, допустим, области или республики, возможно подключение бесплатного тестового доступа для всех любых желающих школ по единому логину и паролю на три месяца. То есть здесь вам решать, как вам удобнее, либо регионом, либо доступ для школы. Это стандартные сроки, в принципе, сроки могут варьироваться и обсуждаться. Наталья Ильинична, Сургут тоже желает протестироваться. Наталья Ильинична, вашу заявку тоже ждем на электронную почту и с телефоном, и вашей электронной почтой. По телефону мы с вами свяжемся, обсудим, на какой срок вам удобнее подключить бесплатный тестовый доступ и подключим. Да, вот Андрей Олегович пишет, что заявку нужно отправить по адресу долбиловоу собакодиректмедиа.ру Вот на мою электронную почту, которая указана на данном слайде. Либо звоните по телефону, кому как удобнее. По любому из телефонов. Ирина Николаевна, на сколько компьютеров откроете доступ? Андрей Олегович уже отвечает, что сделаем учетную запись, которая позволит тестировать с нескольких компьютеров. То есть у вас будет сгенерирован нашей техподдержкой единый логин и пароль для ваших пользователей, и вы по нему сможете тестировать с любого компьютера, находящегося в помещении вашей школы, либо из дома. То есть доступ возможен не только в помещении школы, но и из дома, из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. так, как происходит запись новых читателей, есть ли возможность распечатывать читательские билеты? Это, наверное, технический специалист сможет дать ответ на этот вопрос, Андрей Олегович. по поводу записи новых читателей и есть ли возможность распечатывать читательские билеты? Андрей Олегович отвечает, что мы создадим учетные записи, а вы уже из файла сможете их распечатать. Есть ли еще какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Если вопросов больше нет, то я благодарю вас всех за внимание и мы ждем ваших заявок на электронную почту на подключение бесплатного тестового доступа и ваших звонков по указанным номерам телефонов. Спасибо за внимание всем коллеги. До новых встреч в эфире. До свидания.